привет ребята добро пожаловать в мой прямой эфир в этом я хочу поговорить с вами об архитектурной обстановке в европе и о дизайне интерьера в европе и о скетчинге как раз вот такая большая тема поскольку я сейчас нахожусь в копенгагене дания и за эту неделю я встретилась с замечательными людьми один это архитектор из такого довольно крупного архитектурного бюро в копенгагене и 2 это девушка женщина которая живет в копенгагене она замужем за датчанином и вот как раз она делилась со мной опытом как она нанимала здесь дизайнера интерьера так что если вам интересно то оставайтесь со мной до конца и так начну я с со встречи вот с этим копенгагенским архитектором возможно вы уже видели фотографию меня с ним в моем инстаграм его зовут дэвид дэвид дрозил у него замечательный инстаграм аккаунт буквально вчера перевалил за 20 тысяч подписчиков и как раз его инстаграм аккаунт он на тему того как рисовать как архитектор скетч лайкан архитект рисую как архитектор так что обязательно посмотрите я уверена что вам понравится и вот мы как раз с ним говорили об онлайн образовании по скетчингу мы с ним поговорили вообще об архитектуре в копенгагене и в дании было очень интересно поделились опытом потому что мы начали друг друга фолловить где-то не так давно примерно может быть месяца полтора назад когда я еще была в новой зеландии вот когда я приехала в копенгаген он связался со мной и спросил не хочу ли я с ним встретиться и в общем это очень-очень удачно получилось привет и писит привет привет и так что мы с ним обсуждали поскольку он сейчас работает в архитектурной фирме в копенгагене это довольно большая архитектурная фирма она занимается таким гражданским архитектурным строительством то есть они строят и по дании по швеции какие-то дома и застройка районов также есть а то есть много квартирные дома небоскребы да ну по датским меркам небоскребы это здание в которой где-то там 20 тоже большие дома то что вообще в копенгагене особенно в старом городе в большой очень маленькие домики очень красивые уютные там где-то максимум 5-6 этажей и вот он говорил как раз то что что его удивляло в копенгагене вообще сам он родом из чехи городок неподалеку от праги и он приехал в копенгаген в данию учиться вот он учился здесь на архитектора и потом вот устроился в большую компанию архитектором сейчас он там его поставили даже там очень много проектов у них разных и его поставили даже главным архитектором на проект и вот то что как раз его удивило то что здесь не есть такое сильное очень разделение в архитектурных фирмах то есть есть люди которые конкретно там только чертят да в автокаде 3d max есть люди здесь которые визуализируют в 3d max есть те которые вот действительно такие инженеры чертежники это они в основном работают в архикаде не в автокаде в архикаде и говорит вот по рисованию здесь действительно большая проблема большой пробел потому что люди которые вроде бы учились на архитектора 6 лет тут точно так же как в россии я училась в санкт-петербургской академии штиглица 6 лет на дизайнера интерьера и я знаю что архитектор у нас тоже также учатся да то есть четыре года бакалавриат два года магистратура он говорит то что здесь очень такое узконаправленное и вот поделился такой болью то что архитекторы вообще реально не умеют рисовать то есть в европе очень плохо рисуют большинство они их просто этому не учат и конечно он там просто в своей фирме на вес золота потому что он замечательно рисует у него очень хорошо поставленная рука действительно такие стильные архитектурные рисунки это очень очень ценится его работодателям но почему-то в дании вообще в европе то что я замечала архитекторы или вообще не рисуют или вот как он сказал когда я они рисуют как дети из детского сада да то есть полк полк огуречек и как раз вот то что многие замечали они говорили то что замечают особенно по инстаграм то что хорошо рисуют именно русские да то есть это уже как бы в европе такой тренд что русские реально хорошо рисуют почему потому что у нас остались вот эти традиции у нас осталась школа база действительно учат этому во всяком случае в крупных художественных вузах художественных академиях преподают рисунок самых первых курсов и мы подавали вот когда я училась мы подавали очень много проектов вручную потом подключился 3d max автокад уже компьютерная графика на то есть в европе все вот так вот разделено кто-то чертит кто-то визуализирует очень мало кто рисует да то есть это не ренессанс вот мы с ним как раз говорили то что это времена прекрасные времена ренессанса там художник был универсалом абсолютно он мог делать все там условно говоря спроектировать полностью весь проект от дизайна ручки до самой архитектуры да также кстати как и в двадцатом веке были художники архитектор и универсалы они проектировали свои проекты от самого начала до конца да как например форенк лоид райт ле корбюзье они полностью проектировали свои проекты целиком и вот как раз сейчас это утеряно и вот у вас замечательная возможность поучиться скетчингу благодаря онлайн курсом это сейчас очень доступно все это возможно и пожалуйста курсы заходите на мой сайт там у меня курсы и база для совсем-совсем новичков и для продвинутых также по прямой ссылке в профиле вас ждет ссылка на мой бесплатный марафон мини курс по перспективе привет настя спасибо большое спасибо за комплимент это тут датск на датском воздухе кстати если интересно могу вам показать где я сейчас нахожусь мы сейчас тут живем в таком ой месте очень красивом видите вот там цветут каштаны это вообще невероятная красота то есть там вся аллея такая каштановая вот такие белые домики ой не знаю может и было может и нет я просто вчера ехала на велосипеде очень долго вечером реально как-то очень похолодало у нас надеюсь что я не заболела но действительно чувствую что голос немножко подосит и так да у кого-то там акации у нас сейчас сирень азалии вот каштаны цветут и давайте продолжим тему до обстановки архитектурной в европе что происходит с дизайном интерьера в европе с архитекторами со скетчингом как это все соотносится со скетчингом то есть это первая часть до было вот про дэвида как мы с ним встретились как мы с ним поговорили о скетчинге об онлайн курсах и вторая часть этого прямого эфира этот как раз вчера я встречалась с подругой мы с ней вместе когда я жила в копенгагене ходили на курсы датского языка привет привет ходили на курсы датского языка у нас такие очень хорошие отношения мы поддерживаем и на расстоянии ее зовут воленко она сама из болгарии замужем за датчанином и вот как раз они такая очень состоятельная семья купили квартиру большую в центре копенгагена и им надо было ее декорировать обставить и они наняли дизайнера очень-очень долго искали оказывается что здесь все дизайнеры которые учатся на интерьерщиков данный дизайн интерьера им интереснее всего делать проекты по отелям то есть тут все направлены почему-то вот именно на отели потому что это ну понятно в принципе почему потому что это самая прибыльная ниша здесь действительно довольно много отелей строится и вот все направлены на такие большие большие проекты вот кстати насчет эфира я надеюсь он сохранится в инстаграм на 24 часа я его постараюсь еще сохранить на youtube вот надеюсь что получится потому что я сейчас на ipad снимаю у меня тут не очень много в нем памяти осталось но здесь на в инстаграме на 24 часа еще останется и они наняли женщину дизайнера и говорят что это была просто огромная проблема то есть им нужен был действительно дизайнер чтобы она могла посмотреть их квартиру сориентировать их по материалам поездить по салонам с ними и в общем говорят что это был какой-то полный депрофессионализм потому что это было настолько непрофессионально хотя там она им показала дипломы да то есть состоятельная семья довольно они вот пригласили дизайнеры так это муха летает и в итоге валенка говорит то что никаких рисунков никаких 3d визуализации им дизайнер не представила единственное что они она сделала это представила такой мудборд да ну в принципе как бы мур мудборд это вообще самое простое что можно сделать это может по сути это сделать даже ребенок это реально очень просто просто находите картинки аналоги причем это был мудборд я понимаю если бы с какими-то конкретными материалами которые можно достать здесь копенгагене с перечнем каких-то конкретных магазинов это был просто очень абстрактный мудборд и воленка говорит что по сути она потратила огромное количество времени и по сути она сама воленка не этот дизайнер сделали дизайн этой их квартиры в общем она была очень удивлена на просто как раз поскольку мы с ней дружим и она знала что я училась на дизайнера интерьера и она и говорит то что ольга я ожидала от этой женщины дизайнера тоже ну вот как ты там надо нарисовать показать этом планы развертки чертежи в общем друзья мои я хочу вам сказать то что у вас реально есть большая фора большие преимущества те кто учился на дизайнера в художественных вузах там санкт-петербурге в москве и екатеринбурге в больших городах где сильные школы или те которые заканчивали курсы дизайна в британке или в мшд да вот такие фундаментальные курсы потому что в европе сейчас реально с этим какие-то большие проблемы пошли и особенно проблемы со скетчингом поэтому пожалуйста учитесь скетчингу практикуйте как можно больше я вот как раз сегодня все утро для вас писала новый блокпост опять же на тему как рисовать на заказ уже наверное увидели там это видео на тему как рисовать на заказ а также в курс про мой курс по интерьерному скетчингу маркерами я добавила целых два видео там каждый идет где-то 20-25 минут вот конкретно про рисование на заказ прям глубокое погружение и да то есть для вас это реально большая возможность так что я еще хотела сказать давайте посмотрю пока ваши вопросы может вспомню вот видите вис про что если нет заказов то как быть просто я хочу на дизайнера поступать в смысле вам надо сначала отучиться на дизайнера а потом уже заказы получать или что вы имеете ввиду или вы имеете ввиду заказа на скетчинг не очень поняла вопрос так hello hello indonesia так this live stream is going to be in english guys хорошо друзья я вижу что у меня ipad садится я хочу успеть сохранить этот прямой эфир пожалуйста если у вас есть какие-то вопросы оставляйте их в комментариях просто под последним фото которые у меня в instagram загружены я каждый день стараюсь заходить и смотреть ваши какие-то новые комментарии именно под последними там одной двумя-тремя фотографиями дальше я не иду не смотрю комментарии так что оставляйте комментарии надеюсь вам этот прямой эфир был полезен и да заходите по прямой ссылочке сейчас в моем профиле там ждет вас бесплатный марафон по перспективе так что жду вас в тиви пишите просто всем интересуюсь замечательно обязательно почитайте мой блог скоро там выйдет новая статья для тех кто планирует рисовать скетч и зарабатывать на этом так что мой блог живет по адресу ольгартривосьмерки точка ком слэш палочка такая диагональная блок английскими буквами увидимся в следующем прямом эфире всем пока пока